Точечная застройка Новосибирска становится все более наглой. Коммерсанты уже не стесняются ставить заборы и начинать работы, не имея комплекта разрешительных документов. Но почему многочисленные госорганы не могут прекратить эту вакханалию? Расстояние от дома, вот это мы мерили, 6 метров. Это, как он говорит, временно он поставил забор. А временный уже стоит целый год. Это единственная дорога, по которой мы могли пройти. У нас, посмотрите, кругом грязь. На улице Колхидской настоящий народный сход. Забор из блестящего профиля преградил удобный и только недавно отремонтированный выход из жилого квартала. Свежий асфальт упирается в глухую металлическую стену. Это все мы добивались. Я даже кормить ходила этих ребят. Просила, чтобы сделали нам эту дорогу. И что получилось? Пришел дядя Ваня. Прощай, баба Маша. Компания Новосиб ТС планирует возвести здесь гигантский гаражный комплекс, который отгородит жилые дома от шумной магистрали. Казалось бы, нужно радоваться, но жильцы заточения в каменный мешок не хотят. Как это ни странно, забор, установленный, кстати, с нарушением гранит земельного участка, есть, а разрешения на строительство объекта еще нет. Из администрации пришло уведомление, что у вас нет разрешения на строительство. А в чем нет разрешения? Документы, основополагающие на закрытие территории, потому что там беспорядок, там свалка и погреба вскрытые. Ребенок уже один раз там ногу подвернул. Они бегают еще на свете. Мы закрыли просто территорию. Если он построит двухэтажные и трехэтажные здания, и мы должны всю жизнь вот смотреть в его это здание. Ни света, ничего, кроме его стен. Ну что на окраинах Новосибирска, что в самом центре под носом у властей, проблемы одни и те же. Я живу на первом этаже, и вот вся стройка у меня на глазах. А что, если будет забор, здесь большой дом, то вообще будет темно в квартире. Уже несколько месяцев жители дома номер 42 на улице Державина воюют с нелегальным строительством, развернувшимся прямо под их окнами. Вот она. Вот это проходит граница нашего дома. Пришли, начали все ломать, и установился забор. Потом в мае месяце, смотрим, начинается рытье котлована. На этой площадке нет ни паспорта, ни имен заказчиков и подрядчиков, но бригады гастарбайтеров появляются здесь с завидной регулярностью. Как найти вашего? Кто вам деньги платит? Телефон-то есть его? А каждое утро ходит, командует тут. Вот канализационный колодец нашего дома. Когда они раскапывали котлован, он оголился. С той стороны его даже видно, что вот, видите, камни. Строители вели себя так бесцеремонно, что чуть было не лишили электричества здания соседнего техникума. Во-первых, при рытье котлована была затронута территория техникума. Был перенесен электрический кабель, питающий наше учреждение. Подобные переносы можно осуществлять только с разрешения энергонадзора. Инспекции строительного надзора собственнику земли выдано предписание прекратить все работы. На площадку зачастили проверки. Здесь уже побывали представители управления административно-технической инспекции мэрии, администрация округа, прокуратуры. Но велотекущую стройку это не остановило. Однажды утром нам удалось застать здесь владельца участка. Вот он, выглядывает из окна дорогого автомобиля. Я приобрел объект, лучший состояние. Сейчас, чтобы его эксплуатировать, заплату не будет делать. Я должен делать работу с заплатой, срочно. Это закроется сейчас плитами, чтобы это не было. Засыпется от босса. И приостановится. Все. Я дальше пойду получать декларацию объекта, регистрировать его. Все. Не будешь строить. Собственником площадки и уже отстроенного фундамента господин Куклин действительно стал только 5 августа. С прежнего хозяина теперь, как говорится, и взятки гладки. Настраивать, делать. Эксплуатировать. У тебя же имеют право это. Это же объект собственности. А вы считаете, здесь лучше было, когда здесь бомжи не стояли, и собаку гуливали жильцы с гов... метро в высоту было. А вы считаете, это лучше для города нашего? Терзать жалобами всевозможные инстанции владельцы квартир на Державина стали еще в начале лета. Но прокурорская проверка не завершена до сих пор. Госстроенадзор лишь возбудил дело об административном правонарушении и пока только ведет подготовку к его рассмотрению. Смена собственника затянула процессы в Росреестре, который мог бы пожурить за нарушение границ участка. Там терпеливо ждут нового хозяина земли для проведения проверки. В данном случае собственником земельного участка является физическое лицо. Административная ответственность предусмотрена в виде наложения штрафа от 500 до 1 тысячи рублей. Потенциальное наказание за фальстарт без разрешения на строительство тоже не слишком отяготит карман господина Куклина. На юридических лиц можно было бы наложить штраф до миллиона рублей. Но для граждан санкция куда более скромная. Всего от 2 до 5 тысяч. Серьезнее всего на сегодняшний день поплатилась организация, смонтировавшая забор на злополучной стройке. Ее привлекли к ответственности за нарушение правил благоустройства города. Всего 10 тысяч за нелегальную стройку в самом центре полуторамиллионного мегаполиса. Это слишком скромный итог. Многомесячные работы сразу нескольких госорганов. Видя это бессилие властей, жители уже сами обратились в суд. В надежде, что Фемида окажется все-таки более расторопной и не такой немощной. Время. Продолжение следует...